Доброе утро, уважаемые трейдеры! На календаре 7 ноября, пятница, последняя сессия этой недели. В рамках нашего сегодняшнего обзора осветим ключевые события по основным валютным парам и нефти марки Brent и постараемся определить направление их движения на сегодняшних торгах. Начинаем наш обзор, как обычно, с анализа динамики пары американская валюта российский рубль. На торгах в четверг рубль продолжил падение после решения Центробанка отменить нелимитированные интервенции. ЦБ ограничил дневной максимум интервенций до 350 миллионов долларов и отсутственных возможностей покупать валюту давит на рубль, заставляя регулятора применять дополнительные интервенции, которые он обещал в случае угрозы финансовой стабильности. Плавающий коридор корзины в четверг находился на уровне 39,60-48,60. Против рубля по-прежнему выступает спрос на валюту для погашения внешних займов и минимизации экономических и политических рисков, а также снижения нефтяных котировок к четырехгодичным минимумам. Уменьшить дефицит валюты ЦБР надеется за счет снижения стоимости валютного репо. Первая аукцион на 10 миллиардов долларов состоится в середине ноября, а до конца 2016 года Центробанк намерен предложить 50 миллиардов долларов. Тем временем российский сектор услуг возобновил падение в октябре. Индекс PMI, рассчитанный HSBC, снизился до 47,4 против 55 в сентябре. Пара доллар-рубль начала торговую сессию четверга с отметки 44,88, демонстрируя рост всю сессию, и завершила ее, обновив исторический максимум на отметке 46,58. В связи с этим полосы Боллинджера продолжают указывать на гиперволатильность пары доллар-рубль, а скользящий средний индикатор Alligator по-прежнему указывает на укрепление восходящего движения, однако гистограмма МАГДИ отмечает некую перепроданность пары. Переход ЦБ к новой курсовой политике в не самый подходящий момент может развить девалюционные ожидания и рост курса на 2-3 рубля до конца года. Таким образом, скорее всего, мы увидим движение пары доллар-рубль в сторону отметки 46,88. Далее по евро. Европейская валюта потеряла почти 100 пунктов против доллара на торгах четверг, реагируя на комментарии ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Евро резко снизился после того, как глава ЕЦБ Марио Драги озвучил выступление на пресс-конференции о продолжении программы скупки облигаций на протяжении не менее двух последующих лет. Европейский ЦБ единогласно принял решение о введении дополнительных мер при необходимости и поручил экспертам разработать ненужные варианты. Драги отметил, что денежно-кредитная политика ЕЦБ является реакцией на ослабление инфляции в еврозоне. Помимо этого, на нисходящее движение пары евро-доллара в четверг повлияли сильные данные по безработице США. Количество первичных заявок снизилось до 278 тысяч при прогнозе в 285 тысяч, а число повторных заявок также уменьшилось до 2,384,000 при прогнозе в 2,360,000. Это позволило доллару, начав торги с отметки 1,2476, отыграть у евро 97 пунктов в концу торгов и обновить минимум последних двух лет отметка 1,2364. Диверегенция монетарных политиков РС США и ЕЦБ, скорее всего, продолжит толкать доллар вверх против евро с учетом развертывания ЕЦБ полонасштабного QE к середине 2015 года. Полосы Больнджа говорят о расширении волатильности, а скользящий средний индикатор Alligator указывает на закрепление пары евро-доллара новых для себя уровней. Сильные сегодняшние данные по безработице США и росту новых рабочих мест смогут направить пару на дальнейшее снижение к отметке 1,2310. И теперь по нефти. В четверг торговля нефтяным фьючерсами Brent проходила в более узком диапазоне, нежели в предыдущие дни. Начав сессию с отметки 83,15 доллара за баррель, цена к концу торгов потеряла 45 центов. Цена на нефть упала после того, как ОПЕК понизил прогноз спроса, в то время как Ливия снизила добычу минимум на 200 тысяч баррелей в сутки после захвата неизвестными месторождения Эль-Шарара. В то же время давляющим фактором на цену становится приближение крайнего срока для соглашения с Ираном о его ядерной программе. Смягчение же санкций против Ирана позволит повысить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в 2015 году. Некоторые источники из ОПЕК сообщили, что для снижения квот на добычу нефти цена должна опуститься до 70 долларов за баррель. Выглядит это заявление довольно-таки странно, так как большинство участников картеля имеют бюджет из расчета цены 80-100 долларов. Однако возмущения достаточно успешно пресекаются в Саудовской Аравии, которая уже без сомнений заинтересована в снижении цен. Генсек ОПЕК Абдаллас Алим Аль-Бадри в ходе последнего саммита заявил, что в организации обеспокоены нынешние ситуации, однако фундаментальных причин для резкого снижения цен на черное золото нет. Полосы Больнжа показывают сужение границ волатильности, а движение скользящих средних индикаторов Alligator говорит о развитии консолидационного движения и вероятного движения цены в сторону отметки 81 доллар за баррель. Ну а на этом на сегодня все, спасибо вам за внимание, желаю всем хороших выходных и до встречи!